Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева Черкесия. С вами Харча Биджи и в сегодня выпуске. Реализация федерального проекта «Чистая вода» – об этом и не только говорили на заседании в Общественной палате Карачаева Черкесии. С благородной миссией, с концертом для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, побывали артисты из Карачаевска в Ростове. Воспитатель года «Россия-2022» в Республиканском институте повышения квалификации подвели итоги конкурса. Общественной палате Карачаева Черкесии прошло заседание комиссии по строительству жилищно-коммунальному хозяйству и экологии. Участники встречи обсудили вопросы организации федерального проекта «Чистая вода», реализуемого в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ахмад Халкечев подробнее. Реализация федерального проекта «Чистая вода» идет с 2019 года. И за это время было начато строительство четырех крупных объектов. Первый объект системы водоснабжения в селе Садовое Адыгахарского района уже введен в эксплуатацию. В населенном пункте была полностью заменена всеразводящая сеть и построен новый водозабор. Очень важен этот вопрос. И не зря вы понимаете, что в 2019 году по инициативе президента страны, как раз этот федеральный проект «Чистая вода» и был взят на вооружение, включен в программу. Отсутствие этой коммунальной услуги или некачественная подача этой коммунальной услуги влечет за собой, ну как минимум, неудовлетворительное состояние общества гражданского и как максимум может даже привести к социальным каким-то волнениям. Поэтому очень важен вопрос. В данный момент строительные работы в активной фазе продолжаются на трех объектах. В июле текущего года планируется завершение группового водопровода Ужгутинского и Прикубанского районов. Близится к концу и строительство объектов в поселке Эркин-Шахар Ногайского района. Сейчас идут работы по возведению наполнорегулирующих резервуаров и водозаборного заоружения в пойме реки Кубань. 69% населения считается, что обеспечено чистой водой. А в планах по итогам реализации этого проекта мы должны достичь 85%. Также до конца текущего года планируется сдача самого крупного объекта водоснабжения из числа находящихся на стадии строительства. Это Карачаевский групповой водопровод. Ввод в эксплуатацию данного объекта позволит обеспечить качественной питьевой водой более 20 тысяч человек в 14 населенных пунктах Карачаевского и Ущгутинского районов. В программу комплексного развития сельских территорий внесли изменения. В том числе раньше не предусматривалась водозаборная часть. Раньше предусматривалась только разводящая сеть. На сегодняшний день мы можем заниматься и ватоподготовкой, и водозаборной частью. Что активно и делать. Теперь это конкурсный отбор Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Каждый район прекрасно знает, что надо набрать определенное количество баллов. Надо сказать огромное спасибо коллегам в каждом районе. Все очень активно работают. Я думаю, на 2023 год у нас будет от них лучших баллов по России. Ну а в текущем году начато строительство одного из трех крупных объектов комплекса, который в общей сложности будет обеспечивать водой, порядка 60 тысяч человек в населенных пунктах Кабецкого, Абазинского, Адыгахабльского и Ногайского районов. Полное завершение строительства комплекса планируется до конца 2025 года. Ахмат Халкищев, Максим Долгов, Вести Карачаева, Черкесия. Ко дню ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск состоял заседание, торжественное мероприятие. Чествовали те, кто долгие годы достойно служили и обеспечивали правопорядок и безопасность людей. И находясь на пенсии, передают свой опыт молодым сотрудникам, участвуют в патриотическом воспитании молодежи и подростков. Их поздравляли с праздником и вручали награды. Председатель Совета ветеранов МВД по Карачаевой Черкесии Юлий Тимрезов зачитал присутствующим поздравительные письма от министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева и министра внутренних дел по Карачаевой Черкесской Республике Олега Мальцева. Ряд ветеранов, сотрудников органов внутренних дел по Карачаевой Черкесии были отмечены наградами и ценными подарками. Завершилось торжественное мероприятие возложением цветов памятнику сотрудникам ОВД, погибшим при выполнении служебного долга. Одна из главных задач нашей ветеранской организации, как и прежде, это военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, профилактика правонарушения преступлений. В том числе особое внимание уделяется противодействию экстремизму, терроризму в молодежной среде. И надо подготовка наших молодежи к внесению в воинской службы защиты своего отечества. Мы полностью поддерживаем политику Путина, проведение специальной военной операции в России и Украине. И мы в этом направлении проводили уроки мужества в школах нашего района и учебных заведениях. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Субтитры подогнал «Симон» Своих не бросаем! Отдел культуры администрации Карачаевского городского округа при поддержке Российского союза ветеранов войны в Афганистане «Наследие» организовали концерт для раненых военного клинического госпиталя ЮВО, которые участвовали в спецоперации на территории Украины. Концертный зал вмещал 150 человек, и на выступлении артистов из Карачаева-Черкесии был настоящий аншлаг. Народный ансамбль фольклорной песни «Алибек» и солисты отдела культуры администрации Карачаевска исполняли популярные композиции, а после концерта всем раненым вручили письма от школьников республики и памятные подарки. «За один день вы сделали для ребят больше, чем мы, своими процедурами и лекарствами». Поблагодарил после концерта представитель руководства госпиталя. К этой благородной миссии присоединились и другие артисты Карачаева-Черкесии. «Все мы знаем о тяжелой ситуации сейчас в связи со специальной военной операцией на Украине. И то, что мы акции делаем, проводим, это хорошо на расстоянии, но хотелось что-то вот большего нам сделать. И мы решили в этот день поехать в ростовский военный госпиталь и дать концерт для раненых солдат, которые получили свои ранения в результате исполнения своего военного долга. Вышли на них благодаря региональному отделению Российского союза ветеранов войны в Афганистане «Наследие», который возглавляет в Карачаево-Черкесии Алик Магулаев. И вот в составе 13 человек поехали с часовой программой, дали концерт. И вот тогда мы поняли на самом деле, что наши ребята там нуждаются не только в моральной, но и в эмоциональной поддержке. Мы им исполняли песни народов Карачаева-Черкесской республики, патриотическую тему, ну и, конечно же, тему родины, дома, любви. В Институте повышения квалификации работников образования состоялся финал республиканского конкурса «Воспитатель года России-2022». Как проведены итоги и какие способности демонстрировали конкурсанты в заключительном этапе, смотрите подробности. Выбрать профессию по сердцу и душе – одна из немаловажных работ, которая открывает возможности безграничного общения, как с детьми, так и со взрослыми. Врач-логопед по совместительству педагог Татьяна Якупова считает, что эта профессия позволяет ей быть не только воспитателем, врачом, психологом, но и артистом, и музыкантом. 11 лет работая учителем-логопедом в детском саду Татьяна получила колоссальный опыт, решив участвовать в конкурсе «Воспитатель года России-2022» и продемонстрировать свои умения и поделиться ими с коллегами. Здесь я покажу всю работу, которую я проводила с моими воспитанниками. Я надеюсь, что она будет настолько разнообразной и интересной, что вдохновит других педагогов для каких-то достижений. И таких золотых педагогов немало. Все они не просто участвуют в конкурсе, а делятся своим профессиональным опытом с другими. Сейчас время такое, очень много гаджетов, и я думаю, что тяжело ребенка стимулировать, чтобы он именно захотел читать, захотел рассказать, пересказывать. И именно с помощью театрализованной деятельности, видя свои результаты, я думаю, что это может пригодиться и другим участникам. С удовольствием поделюсь своим опытом работы. В рамках регионального этапа 12 участников прошли заключительное конкурсное испытание и выступили на тему «Моя педагогическая концепция». Воспитатели продемонстрировали способность к осмыслению, изучению, обобщению и распространению профессионального опыта. Данный конкурс проводится в целях повышения престижа педагогической профессии. На протяжении 11 лет мы это видим, что прекрасные специалисты работают в системе дошкольного образования. Это специалисты, которые несут определенную ответственность, поскольку родители доверяют им самое дорогое – это своих детей. По итогам проведения конкурсных испытаний первое место получила Татьяна Якупова, второе – Марина Шибзухова, третье – Анжела Карабашева. Победитель регионального этапа представит Карачаево-Черкесию в заключительном этапе всероссийского конкурса, который пройдет в городе Ярославле. Карча Биджеев, Ислам Урумов. Вести Карачаева-Черкесия. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» состоялись соревнования школы безопасности для учащихся со всех районов республики. Организаторы МЧС России по Карачаево-Черкесии и Центр дополнительного образования «Черкеска» Альбина Курочинова-Кенжева подробнее. Республиканские соревнования спасательного мастерства проводятся в одиннадцатый раз. В предыдущие два года из-за ковидных ограничений мероприятия проводились в заочном формате. Теперь ребят и педагоги рады приветствовать друг друга воочию. Право поднять флаг под гимн страны было поручено победителям прошлых лет Усть-Джигутинскому району. Представители руководства МЧС поблагодарили ребят за позитивный настрой и участие и напутствовали участников проявить себя на межрегиональном этапе, а затем попасть и на всероссийские соревнования. Состязания проходят в три этапа. Два человека у нас на шлюпке, вот на время определенное расстояние проходят. Потом метание в круг, конец к Александрову, это спасательное средство, и спасательного круга. Что пожелаете участникам? Пожелаю самым главным участникам, всем участникам победы, крепкого здоровья, ну и всего наилучшего. Команды делятся на три части по четыре человека. Организаторы говорят, ребята дружно и сообща решают, как можно пройти то или иное препятствие. Боевой дух участников демонстрирует, насколько ребята хотят пройти в финал. Сегодня у нас пожарная эстафета, сегодня у нас соревнования на воде и полоса препятствий. Огромную помощь нам и поддержку оказывает главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской республике. Сегодня я хочу им выразить особую благодарность. По итогам соревнований победившая команда отправится на региональный этап в Дагестан, где с достоинством проявят себя. Альбина Курочинова, Кенжио, Максим Долгов, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных вам выходных! Субботний выпуск Вестей подогнал «Симон»!